Как принимать решение в состоянии неопределенности? Когда вокруг много всего происходит, или когда в вашей личной жизни происходят новые события, у вас не было опыта принятия такого решения. Вам кажется, что не на что опираться, вам хочется посоветоваться с друзьями, коллегами, родителями, с кем-то в интернете, может быть. Вам хочется посмотреть, поизучать какую-то информацию на каких-то информационных ресурсах, в порталах, в статьях, в соцсетях, где угодно. Найти информацию и найти что-то, за что вы могли бы зацепиться, и относительно этого уже строить там какой-то свой вариант развития событий, какой-то свой вариант решения. Почему эта стратегия очень часто вообще невыигрышная, я вам сейчас попробую рассказать. Дизайн человека, не знаю, в курсе вы или нет, о том, что в дизайне есть стратегия и авторитет, это основа, основополагающие такие два понятия в дизайне, на них строится вообще все дальше, все понимание себя. Стратегия, это стратегия действий, как мне действовать в мир, как мне миру что-то выдавать. То есть действие, это когда я свою энергию какую-то даю миру посредством, не знаю, что можно сделать. Можно познакомиться с кем-то, можно куда-то пойти, что-то сказать, что-то сделать. Какое-то действие, я показываю, как бы есть энергия, я ее куда-то прикладываю. Есть авторитет, а авторитет внутри это тот, кто, ну то есть авторитетная какая-то часть личности, а у нас частей личности с вами очень много, да, в психике, в мозгу, там, как вы захотите это говорите. Авторитетная часть, которая нам говорит, как нам в итоге подействовать. И в моменты неопределенностей, поскольку внутри нету опыта какого-то, да, относительно того, что у нас сломалось, или что у нас стало неопределенным, или что у нас открылось, какой-то новый, может быть, выход у нас открылся, мы там еще не были, и там неизвестность, и нам непонятно, как действовать в этой неизвестности, и бывает страшно, тревожно, да, и паника. И, кстати, часто бывает, что новые открытые возможности ощущаются нами, как что-то очень пугающее, как будто бы все сломалось, как будто бы все плохо, а на самом деле перед нами открылись какие-то новые возможности. Это отдельный разговор. Так вот, какая-то часть внутри нас, авторитет, который принимает решение, когда у нее нет опыта, когда у нас нет с вами опыта, нам кажется, что нужно как-то зацепиться за внешнее что-то. И это значит, что мы переносим наш авторитет вовне. Нам кажется, что где-то кто-то извне нам что-то расскажет. И вот за его авторитетное мнение, за его опыт, да, за чужой опыт можно будет зацепиться и как-то вот что-то подействовать. По сути, мы переносим авторитет изнутри наружу. И нам кажется, что вот кто-то нам что-то расскажет, и мы тогда подействуем. Дизайн человека говорит, что это неверная стратегия, неверное, не совсем верное действие в таких ситуациях, да в любых ситуациях. Потому что внутренний авторитет, он всегда внутри вас, и он не зависит от того, что говорят извне. Потому что часто для вас конкретно может быть неприменим любой совет, который вы услышали извне. Вы, наверное, может быть, видели такой потрясающий мем в интернетике, где, по-моему, это кто это? Саламандра? У кого хвост отпадает? Вот, короче, зверь, у которого отпадает хвост и вырастает заново, советует мышке съесть свой хвост. То есть он берет, отгрызает этот хвост, этот зверь. Тут он грызун, да. Отгрызает этот хвост. Говорит, вкусненько как. И мышка такая тоже берет свой хвост, она отгрызла его и ест. Ммм, действительно вкусно. А он точно вырастет, спрашивает мышка. Этот зверь говорит, точно, я сто раз так делал, всегда вырастает. У мышки не вырастет хвост, она другой объект, да, другое живое существо. И очень часто вот эта вот опора на внешние какие-то советы не учитывает множество характеристик ваших конкретно. И вы их тоже можете не учесть, когда вы эти внешние советы слушаете. Но внутренний авторитет, на то и внутренний, он двигается по жизни только так, как будет лучше именно вам, никому другому. Только вам так будет лучше, не только, как минимум, изначально, база будет лучше вам от того, что вы будете делать. Это не значит, что будет хуже близким. Вообще не значит, да. Но часто может казаться, что если я сейчас делаю вот это, то людям рядом будет хуже. С этим нужно разбираться на психологических сессиях, как ваши решения на самом деле могут повлиять или не могут повлиять на ваших близких и так далее. Ну что это очень часто психологический именно вопрос. И внутренний авторитет лучше всего в состоянии именно неопределённости подскажет вам, как подействовать. Почему? Потому что это внутренний авторитет, он всегда про тело. А тело у нас с вами прожило миллионы скелет эволюции. И оно потрясающе адаптируется ко всему, что происходит. И у нашего тела есть куча разных неизученных частей. Есть куча таких, не знаю, индикаторов внутренних, которые мы не можем считать мозгом. Потому что у нас, опять же, нет возможности это проанализировать. Но внутренне мы можем почувствовать. Это чувства, это интуиция. Можно причислить сюда название интуиция, термин интуиция. Потому что часто под ним понимают что-то магическое. Но как бы человек, который не знает физику, думает, что в мире очень много магии. Часто это просто физика и физиология. И когда вы учитесь чувствовать свое тело, знать свой внутренний авторитет и опираться на него, именно он в состоянии неопределенности будет давать вам и уверенность в себе, и понимание, как действовать, и возможность действовать наилучшим для вас и для ваших близких образом. Для того, чтобы узнать, какой внутренний авторитет у вас, у меня есть бесплатные видео. Они небольшие, но они уже помогут вам примерно понять, что за система. Принятие решений находится внутри именно вас. Вы можете написать мне под этим видео, либо под ним в комментарии, либо связаться со мной в любой социальной сети. Контакты тоже будут под этим видео. В принципе, меня можно найти как Вика Манифестер в любой социальной сети. Я везде так себя обозначаю Вика Манифестер. Ну что, я Манифестер 6.2, и зовут меня Вика. Все очень просто. Я скину вам это видео, оно совершенно бесплатно. Также, конечно, вы можете получить информацию на консультациях, но это уже платная история. И, конечно, я вас всех приглашаю к себе. Просто потому что хотя бы видео скачайте, посмотрите. Даже не надо скачивать. Хотя бы видео посмотрите бесплатное. Оно уже вам поможет. И уже будет попроще. Состояние неопределенности уже будет меньше вас напрягать. Вы уже получите какую-то зацепку за вас самих, за ваш внутренний фундамент. Сможете уже найти небольшую точку опоры. А с нее, да, дайте мне точку опоры. Я переверну весь мир. Кто это сказал, напишите в комментариях, если вам это важно. То же самое происходит и с нами. Как только вы найдете точку опоры в себе, вы сможете весь свой собственный мир поставить на место и перевернуть в ту сторону, в которую хочется вам, а не туда, куда он автоматически переворачивается. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok